Главные события начала торговой недели представим далее. Вашему вниманию свежий обзор рынка США, здравствуйте! Конец прошлой торговой недели и начало новой фондовый рынок США начал на мажорной ноте. Умеренный рост демонстрируют все основные индексы на Уолл-стрит. В зеленой зоне торгуется и доллар США. Рынок ждет начало очередного раунда переговоров России и Украины и пытается сохранить оптимизм. В прошлую неделю главные индексы США закрыли умеренным ростом – Dow прибавил 0,4%, NASDAQ – 0,2%, S&P 500 – 0,5%. Несмотря на достаточно скромный рост, премаркет по индексам был мажорным. Индекс S&P 500 уже вышел на показатели октября 2021 года и консолидируется под уровнем сопротивления у отметки 4550 пунктов. Что касаемо перспектив дня, то диапазон колебаний для индекса разместился в пределах отметок 4510 и 4580 пунктов. Несмотря на то, что глобальные риски сегодня перед рынками стоят достаточно серьезные, главный негатив, связанный с геополитической ситуацией, снижается. Практически ситуация в Украине уже несколько недель к ряду остается неизменной, а новые санкции западных стран не вызывают серьезных опасений. Уже 28 и 30 марта должны состояться очные переговоры между представителями России и Украины в Турции. Ожидания, касаемые их результативности, не самые высокие. Но продолжение переговорного процесса дает рынкам надежду на возможность снижения градуса противостояния между государствами и поиск дипломатических решений. Что касаемо экономических факторов, то инвесторы сейчас сконцентрировали внимание на ястребиных сигналах, которые звучат от ФРС. В результате усиливается волатильность на рынке облигаций. Доходность десятилетних казначейских бондов достигла максимума с мая 2019 года. На этой неделе ожидаются новые отчеты по инфляции в США, индексу деловой активности, ПСЕ и рынку труда. Именно опираясь на них, инвесторы будут пытаться спрогнозировать дальнейшие шаги Федрезерва. Что касаемо индекса доллара США, то он подскочил на 0,4% к высоте 99,20, вплотную подобравшись к самому высокому уровню за последние два года. Главным образом, рост американской валюты связан с ожиданием более агрессивных действий со стороны ФРС. Ожидание роста доходности доллара со стороны инвесторов дает возможность предположить, что сегодня американская валюта будет торговаться в диапазоне 98,80 – 99,40. Сразу несколько гигантов Уолл-стрит, таких как Goldman Sachs и Bank of America выпустили обзоры, в которых повысили свои ожидания по ставкам до 50 базисных пунктов на ближайших заседаниях. Последние данные по инфляции цен производителей в США указывают на вероятность установления новых инфляционных рекордов в ближайшие месяцы. Доллар в начале недели набирает силу, поскольку трейдеры продолжают активно спекулировать на теме многократного повышения ставки ФРС. И таким образом в самые ближайшие сессии может состояться тест отметки в 100 пунктов по индексу американской валюты, о котором так часто упоминается в последнее время в прогнозах. Правда, многое будет зависеть от публикуемых на неделе макроэкономических показателей. Что касаемо долларового дуэта USDCAD, то канадец укрепился до 1.2500 против своего американского коллеги, что является самым высоким показателем за два месяца. Укреплению канадского доллара способствовало повышение процентных ставок, рост цен на нефть и улучшение настроений, связанных с риском на фоне снижения геополитической напряженности. В этом свете торговый диапазон для USDCAD размещается в пределах отметок 1.24 – 1.26. Медвежий тренд по паре все еще остается актуальным. Картина на рынке меняется незначительно, и рост привлекательности доллара как защитного актива пока не привел к падению канадца. Но ситуация может измениться. Нефтяные котировки остаются в фокусе внимания и остаются элементом политического давления. Кроме того, карантинные мероприятия, введенные в Шанхае, уже отразились на стоимости нефти и потенциально могут привести к ослаблению сырьевого канадца. В данных условиях пара может развернуться в рост. Что касаемо главного криптоактива, то выходные биткоин провел в приподнятом настроении. Сегодня цифровое золото торговалось вблизи значения 47 105 долларов, сохраняя уверенный рост. Только по сравнению с прошлой сессией биткоину удалось подняться на 5,6% и прибавить 2,5 тысячи долларов. За последнюю неделю биткоин вырос на 13,2%, а динамика последних 14 дней говорит о формировании локального тренда к росту стоимости актива. Покупательская активность, как и волатильность криптовалюты выросли, что в конечном итоге вывела котировку за пределы широкого бокового канала, ограниченного уровнями 32 000 и 45 700 долларов. Учитывая постепенный рост объема торгов, в ближайшей перспективе можно говорить о движении котировки в пределах 47 000 или 48 000 долларов. В любом случае, аналитики предполагают, что сегодняшние торги покажут, насколько сильным является образовавшийся бычий тренд. Такой прогноз на начало торговой недели от наших аналитиков. Как видим, в фокусе внимания рынков остаются прогнозы касаемо будущих действий ФРС и переговоры представителей России и Украины в Турции. Несмотря на достаточно мажорные настроения на фондовом рынке, уверенностью и четким посылом к росту, индексы пока похвастаться не могут. Учитывая ряд важных макроэкономических отчетов этой недели и общую геополитическую картину, стоит ожидать повышенной волатильности на рынке. В любом случае, мы желаем вам успешных сделок и прощаемся. До новых встреч!